15 марта 2024 года по всей стране стартует первый день выборов президента Российской Федерации. Всего голосование будет проходить в течение трех дней. По словам председателя избирательной комиссии города Каспийска Лины Перцевой, многодневные голосования удобны для избирателей, так как они могут выбрать один из трех дней, прийти в избирательный участок и сделать свой выбор. Отметим, что на сегодняшний день территориальная выборная комиссия уже начала подготовку. 29 декабря избирательная комиссия уже приняла постановление о графике работы территориальных и участковых избирательных комиссий, по примеру, заявление о включении в список избирателя по месту нахождения на выборах президента 2024 года и распространила информацию об этом на различных интернет-ресурсах. Кроме того, теперь для избирателей появился доступный сервис, который в разы облегчил процесс голосования. Если избиратель в дни голосования по тем или иным причинам не сможет прибыть на избирательный участок там, где он включен в список избирателей и привязан к этому избирательному участку, он может обратиться с заявлением в соответствующую территориальную избирательную комиссию, он назначит нашу территориальную избирательную комиссию города Каспийска, в участковую избирательную комиссию, в многофункциональные центры предоставления услуг и через единый портал госуслуг. Территориальные избирательные комиссии и многофункциональный центр будут принимать заявления с 29 января по 11 марта 2024 года, а участковые – с 6 по 11 марта. Данные заявления можно также подать через единый портал госуслуги. Те граждане, которые в эти сроки не успели подать заявление о голосовании по месту нахождения, они могут воспользоваться оформлением заявлений о голосовании по месту временного пребывания. Это будет с 12 марта по 14 марта. Они смогут обратиться в участковую избирательную комиссию. Ну, вы знаете, что у нас есть военнослужащие в городе, есть другие граждане, которые, ну, может быть, больной какой-то человек, который не знал об этих сроках и не смог воспользоваться. Вот для этого есть порядок оформления заявлений по месту пребывания. Всего в муниципалитете будут принимать заявления порядка 31 пункта участковых избирательных комиссий. Лина Перцева также рассказала о проекте «Инфор УИК», который также будет применяться при выборах 2024 года. Это значит, что участковая комиссия, члены участковой комиссии, ну, дословно, должны дойти до каждого избирателя и проинформировать их о форме, методе голосования, о времени голосования, уточнить список избирателей, выяснить форму голосования, хочет ли избиратель голосовать на избирательном участке или в силу каких-то физических недостатков. Он не сможет прийти на избирательный участок, а хочет, чтобы к нему участковая избирательная комиссия пришли на дом. Дополнительную информацию о проекции и деталях подачи заявления можно узнать на сайте избирательной комиссии Республики Дагестан.